Здравствуйте! Вы смотрите урок «Самопознание». Сегодня мы будем говорить о том, что семья в жизни человека занимает важное место. В семье человек растет, развивается, формируется его характер. Тема нашего урока – традиции семьи. Традиция – это обычай, установившийся порядок в поведении, в быту, а также то, что перешло от одного поколения к другому, унаследовано от предков. Традиции призваны служить упрощению семейно-родственных связей и отношений, передачи культурных ценностей. Связь поколений, сохранение традиций семьи – это очень важно было всегда. Я хочу продолжить наш урок казахской пословицей. Начатое старшими, продолжится младшими. Как вы понимаете смысл этой пословицы? Для каждой семьи важно соблюдать добрые обычаи и традиции старшего поколения. Благодаря добрым традициям семьи люди постигают общечеловеческие ценности, учатся проявлять любовь, добро, заботу, оказывать помощь и поддержку родным и близким. А сейчас я предлагаю вам послушать рассказ Марины Дружининой «Семейное увлечение». На классном часе, после обычного разговора о школьных делах, Наталья Николаевна предложила ребятам. А теперь расскажите, как вы проводите с родителями выходные дни? Какое увлечение общее для всей семьи? «Мы с папой играем в футбол, когда погода хорошая!» Первым откликнулся Стасик. «Или под бинтон. Жалко, мама с нами не играет. Она по телефону разговаривает и обед готовит. Так что это не семейное увлечение. А моя мама играет со мной в настольный теннис и в снег, и в дождь, в любую погоду!» – выскочил из-за парты Гошка Заглушкин. «Мы кладем на спинке стулья в дверь от кухни и играем на ней сколько захотим». «Здорово!» – улыбнулась Наталья Николаевна. «А что делают остальные?» «Тоже чего-то делают», – задумался Гошка. «Телевизор смотрят, газеты читают». «Ясно!» – кивнула учительница. «Но все-таки очень хочется услышать о занятии, которым дружно увлекается вся семья. Есть ли такое в чьем-нибудь доме?» «Есть! В нашем доме!» – звонко крикнула Даша Карамелева. «Мы всей семьей увлекаемся чечеткой. И мама, и папа, и бабушка с дедушкой, и прабабушка Лиза – все увлекаются чечеткой. Ну и я, конечно». «Потрясающе!» – изумилась Наталья Николаевна. «Неужели даже прабабушка чечеткой занимается?» «Еще как! Больше всех!» – убедительно тряхнула хвостиком Даша. «И пёсик Джулик тоже!» «Он как почует, что чечетка намечается, пулей к нам несется!» «Вот это семья!» – восхитилась учительница. «А соседи-то не возражают?» «Представляю, какой грохот стоит, когда вы все вместе во голове с прабабушкой Лизой и пёсиком Джуликом чечетку отбиваете!» «Да мы её не отбиваем!» – прыснула со смеху Даша. «Мы её печём и едим!» «Это такое вкусное маленькое печенье с орешками!» «Мы очень любим всей семьёй колоть орехи и делать из теста разные фигурки!» «А потом пить чай с чечеткой и рассказывать смешные случаи!» «Один Джулик занимается чечеткой, молча!» «Грызёт себе и всё!» «Только хвостиком помахивает!» «Замечательное семейное увлечение!» – воскликнула Наталья Николаевна. «Надо, пожалуй, нам всем попробовать эту самую чечетку!» «Ты, Дашенька, обязательно принеси рецепт на следующий классный час!» А сейчас я предлагаю вам ответить на следующие вопросы. Понравилось ли вам семейное увлечение, о котором рассказала Даша? Почему? Можно ли чечетку считать семейной традицией? Обоснуйте своё мнение. Как вы думаете, для чего нужны семейные традиции? Расскажите о самой важной традиции вашей семьи. Семейные традиции – это то, что переходит в семьи от одного поколения к другому и объединяет всех членов семьи, делая их жизни радостнее, счастливее и интереснее. А теперь я предлагаю вам выполнить творческие задания. Задание первое. У каждого из нас своё представление о семье. Какие ассоциации со словом «семья» возникают у вас? «Если семья – это музыка, то какая?» «Если семья – это цвет, то какой?» «Если семья – это геометрическая фигура, то какая?» «Если семья – это постройка, то какая?» «Если семья – это дерево, то какое?» Задание второе. Составьте калаш на тему «Семейные традиции». В этом деле вам могут помочь все члены семьи. Традиции сближают семью, делают её настоящей крепостью, где каждый чувствует себя уверенно и защищённо. Благодаря традициям в наших семьях мы учимся любить, уважать, помогать друг другу. А это самое главное в жизни. Вот и подошёл к концу наш урок. Закончить его хочу стихотворением Некрасовой «Семейные традиции». Традиции семьи – в них мудрость наших предков. Традиции семьи – в них время и печать. Традиции семьи – прекрасное наследие. Его мы будем детям завещать. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова